Таунхаус, квартиру. Как только у нас встает вопрос о ремонте, встают сразу целый ряд проблем, к которым вы должны быть готовы. То есть, либо отказываться от этого, либо вообще не делать ремонт, либо понимать, что вы сильно переплатите. Так вот, первый принцип. Какие принципы ремонта? Функциональность, а не красота. Функциональность, а не красота. То есть, наша задача не вкладываться сильно в супер красивый ремонт. Это мы с вами уже обсуждали. Мы делаем нормальный, аккуратный, но минималистический ремонт. То есть, используем всякие мелкие фишки, как сделать максимум комфорта на минимальной площади, но при этом делаем маленький размер площади. И когда люди приходят, то есть, видя, что это аккуратная чистая квартира, светлая, то даже маленький размер, 14 метров, например, никого не смущает. То есть, это гораздо лучше, чем прийти в какую-нибудь убитую бабушкину квартиру. Да, у нее площадь 30 метров или 40. Но она вся убитая, захламленная, обои содраны и так далее. Так, звук. Раз, два, три. Нормально ли со звуком? Либо у всех что-то подглючивает? Могу попробовать перезайти. Так, нормально. Нормально. Десяточки. Так, ну это, видимо, у Радика что-то. Если у вас что-то не работает, попробуйте перезайти, либо отключить программы, которые жрут интернет у вас. Скорее всего, просто может быть что-то качаете и поэтому тормозит. Так, дальше. Бюджет. Примерный. Очень простая, грубая оценка. Сколько денег нам тратить на ремонт. Если это вторичное жилье, то примерно 5% от стоимости объекта. Если это первичка новостройка, то 10% от стоимости объекта. Ну, то есть, например, вы покупаете квартиру за 2 миллиона рублей, соответственно, примерно 200 тысяч рублей вам потребуется на ремонт. Покупаете маленькую студию за миллион рублей, вам примерно 100 тысяч рублей на ремонт. Вот так грубо. Грубо. То есть, это грубая оценка, но она очень близка к реальности. Дальше. Главный принцип работы с строителями. Вот напишите, пожалуйста, кто-нибудь из вас имел опыт ремонта и насколько много сталкивались ли вы с ситуациями, что они вовремя не делают, смета растет, делают некачественно, они все козлы, вот-вот-вот, жуть, вот-вот-вот. Вот смотрите, несколько главных принципов. Первый. Жесткий дедлайн. То есть, они приходят, как это, у меня даже есть видео, но я уж не буду вас грузить видео очередным, как мы общаемся со строителями, прям видео со строителями. Мы приходим, они, так, ну здесь, значит, надо 28 мешков штукатурки, стены выровнять, потолок надо еще кучу всего. Мы так, не-не-не, мужики, подождите. Потолок мы не ровняем. Потолок оставляем как есть, просто красим белой краской. Стены мы ровняем гипсокартоном, чтобы они были ровные, быстро и не паримся. Электрику мы никуда не утапливаем, не шторобим ничего, она идет вся снаружи. Сантехнику мы не утапливаем трубы, они идут снаружи в коробах, просто вот аккуратненько закрываем их все. Они так все это стоят, слушают, такой, так нельзя, так никто не делает, так вообще это, мы 20-30 лет на рынке. Мы говорим, ну ладно, придется с другими работать, они, ну ладно, давайте, мы дальше, следующее, вы готовы это сделать? У нас через месяц люди сюда заезжают, готовы это сделать за месяц? Они, ну да, конечно, нормально сделаем. Мы, хорошо, если вы за каждый день просрочкой, через месяц штраф 15 тысяч рублей в сутки. Они, нет, так нельзя, так никто не работает, мы 30 лет на этом рынке, как же так, а вдруг там что-то не пройдет? Вы что, ну ребят, подождите, вы же только что сами сказали, что за каждый день, ну что вы готовы это сделать за 30 дней. Готовы? Ну да, готовы. Хорошо, ну вот у нас такие условия. И тогда, то есть когда вы ставите это жесткое условие, что за каждый день просрочки большая, большой штраф, вдруг почему-то они начинают работать намного быстрее. Причем, каждый день вы об этом напоминаете, то есть прошло несколько дней, вы приходите к ним, говорите, все по плану идет, помните, что вас ждет штраф, если вы просрачите сроки. Они, ну да, помним, придется работать, потому что они реально раздолбают все. Они все раздолбают. Оплата нет, оплата этапами. Они сделали этап, вы оплатили, сделали этап, оплатили, сделали, оплатили. И вдруг получается намного, намного лучше. Да, естественно, обязательно заключаем договор. Обязательно. Если все равно просрочка, значит, просто последняя часть платежа, ну, например, у вас, пусть у вас ремонт стоит 250 тысяч рублей. Вы разбиваете на несколько этапов, и последняя сумма, последняя должна быть существенной, там 75 тысяч рублей, например. И все, и каждый день у вас отъедается этот кусочек. И чем больше, чем дольше они делают, тем меньше они в конце получат. Все. Все просто. Понятно, что им это, конечно, не нравится, но они начинают работать активно. Договор на кого? Между физиками? Да, да, нормально, конечно, обязательно делаем договор. Обязательно. Обязательно. Проверяйте, да, надо проверять, все надо проверять обязательно. И к этому надо быть готовым. То есть, либо вы делаете сами, и жестко, каждый день вам придется выезжать на объект. Ну, не то, что там целый день на нем проводить, но когда будет в период ремонта, примерно ремонт мы делаем за, ну, грубо закладывать один месяц. Плюс-минус чуть-чуть, в зависимости от объемов, там, масштабов. Но примерно один месяц вам нужен на ремонт. И вы, в этот месяц вам придется практически каждый день там быть. Соответственно, либо, либо вы делаете это, ну, сами, либо вы платите наемному прорабу, который на вашей стране играет и контролирует этих раздолбаев, ну, и платите это. Либо, соответственно, платите просто дорогой конторе, который, ну, когда вам придется сильно переплатить. Ну, примерно раза в два больше. То есть, тут сами уже выбирайте. Так или так. Вот те, кто у нас в программе, у нас есть программа «Доходный дом под ключ», когда мы прям, ну, вот Юрий Медушенко, которого вы видели, он сейчас себе несколько домов делает. И части наших учеников тоже прям помогает под ключ делать. Там прям он им, ну, все контролирует, все делает и так далее. Обязательно надо проверять, конечно, надо, конечно, надо обязательно проверять все. Прораб-технадзор, да, решение прораб-технадзор вполне, да, около 20-30 тысяч рублей вам обойдется, но это себя окупит. Очень важный момент, очень важный момент. Смотрите, никогда не давайте им закупать стройматериалы самим. Вот это, это то, где, ну, я не знаю, может, кто-то был сам в строительстве, это там, где вас всегда будут обманывать. Вот они здесь просто, да, они такого накупят, что это пипец будет просто полный. Причем, вот как это происходит, реальный пример вам рассказываю, общаясь со строителями. Говорю, так, ваша задача следующая, минималистический ремонт. Все стройматериалы мы покупаем самые минимальные. Как вы это должны делать? Вы заходите на сайт Leroy Merlin, выбираете там нужный материал, самый дешевый, и вносите его в смету. Понятно? Да, понятно. Все, знаете Leroy Merlin? Да, знаем, да, мы сообразительные. Хорошо, все, приду, проверю. Делают, говорят, присылают мне смету, я открываю, прям сразу тут же открываю ноутбук вместе с ними. Ну, потом приезжаю, встречаюсь, открываю ноутбук, втыкаю йоту, говорю, смотри, у тебя линолеум 899 рублей. Почему? Ну, это самый дешевый. Я хорошо, прям при нем захожу на сайт Leroy Merlin. Там линолеум 299 рублей за метр. Какого хрена ты мне вписываешь в 899? То есть, они что делают? Они на самом деле, они покупают, ну, то есть, они берут с вас там по 899 за метр, а потом сами покупают за 299. Поэтому, какой самый простой вариант? Ну, первый вариант, ездить с ними и покупать, если совсем хотите сэкономить. Второе, если нет возможности с ними ездить закупать, это заставлять их закупать через четкие сайты с чеками. То есть, Leroy Merlin и ремонт3000.ru. Вот два основных сайта, в которых вы находите и, ну, просто будете знать, когда они будут вам писать там, типа, унитаз 5000 рублей. Вы говорите, ребята, в Leroy Merlin унитаз стоит 1526 рублей, чего вы мне мозг взрываете? Они, конечно, очень расстраиваются, что им не дают вот на этом вас наколоть. Но это вам экономят, вы на этом просто вот на проверке стройматериалов, вы сэкономите примерно треть бюджета. Вот просто на пустом месте сразу. Это неважно, будете себе делать. Камеры, да, камеры, конечно, хорошо. Выносить все равно будут. Ну, понятно, что все равно там что-то они утащат, но задача просто минимизировать эти потери. И чтобы это было по минимуму. Ремонт3000.ru. Теперь ремонт тоже дороже стоит? Нет, работы дороже стоить не стали. При этом с прорабами, с ремонтниками мы точно так же устраиваем конкурс красоты. Мы их вызываем несколько бригад и заставляем друг с другом торговаться. Вот мы, когда таунхаус сделали, нам сначала бригада объявила цену 950 тысяч рублей. В итоге мы их поражали до 530. То есть, с 950 тысяч рублей, ну, выставленный счет за работы, до 530. Вот просто, ну, за счет грамотной торговли. Ремонт3000.ru. Леруа Мерлен, ну, это магазин Леруа Мерлен, наверное, знаете. Так, хорошо. С ремонтом. Какие вопросы по ремонту? Вот, кстати, на чем мы не экономим? Не экономим на электрике и сантехнике. Ну, потому что понятно, что, не дай бог, там что-то замкнет, либо протечет, нехорошо будет. И чем выгодны новостройки? Почему, когда вы смотрите, хотите для распила квартиру, лучше всего смотреть именно новостройки? Потому что можно те, которые скоро построятся. Потому что у вас, как правило, там идет свободная планировка. Это огромный плюс. То есть, вы можете сами сразу, как хотите, распилить. Это очень-очень удобно. Так, канализация. Что с канализацией? Какой вопрос? 10% от стоимости ремонта, если сдается объект без отделки. Да, то есть, если он сдается в бетонные голые стены, то 10%. Канализация, цена системы. Ну, примерно, примерно вам один санузел обойдется около 30 тысяч рублей. Примерно. На сколько метров можно удалять унитаз от стояка канализации? Насколько угодно, если вы используете салолифт. Ну, либо если у вас есть уклон. То есть, здесь нету никаких проблем. То есть, либо если есть уклон, либо если нет уклона, то, соответственно, ставится вот этот насосик салолифт. Так, хорошо, с этим разобрались, либо что-то еще есть.